Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Хотите стильный чайник в необычном оформлении? Тогда этот обзор для вас. Представлю вашему вниманию электрический чайник Redmond RKG1308D. Рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Стильный мультифункциональный чайник может кипятить воду, нагревать ее до нужной температуры и заваривать напитки прямо в колбе. Сочетание фактур матового черного пластика с изящными вставками под дерево на крышке и рукоятке идеально впишется в интерьер в стиле гранж, лофт, контемпорари и другие современные интерьеры. Кнопки настройки режимов расположены на сенсорной панели в передней части подставки и оснащены светодиодной индикацией. Рядом с кнопками для удобства даны подсказки в соответствии температуры определенному напитку. Круглая крышка полностью снимается, обеспечивая доступ к широкому горлышку для наливания воды и очистки прибора. Чайник легко вращается на подставке на 360 градусов, это делает его удобным для правшей и левшей, а также позволяет отвернуть носик так, чтобы горячий пар не попадал на обои или другую кухонную технику. Сетка из нержавеющей стали используется для приготовления разнообразных напитков прямо в чайнике. Теперь вам не нужен отдельный заварочник, просто положите необходимые ингредиенты внутрь сеточки и выберите режим. А G1308D приготовит вам ароматный чай, травяной настой, каркаде или ягодный морс. Заваривайте напитки правильно, чтобы они максимально сохраняли полезные свойства. Вам доступно 6 температурных режимов. 40 градусов для маття и детского питания, 60 градусов для каркаде и зеленого чая, 80 градусов для белого чая и травяных настоев, 90 градусов для ягодных напитков и улуна, 95 градусов для кофе, 100 градусов для черного чая. Благодаря контактной группе Strix чайник автоматически отключается при снятии с базы, закипании или отсутствии воды в колбе. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них сначала отрицательные. Ненадежное крепление сетки к крышке периодически отпадает. Дешевый вид накладок под дерево. Периодически плохо срабатывает сенсорная кнопка на отключение. Не выключается при закипании. Перекипает и выливается вода. Кнопка 40 градусов работает через раз, плохо нажимается. Нет подсветки. Теперь перейдем к положительным. Недорогой. Функциональный. Стильный. Чайник в стиле лофт отлично вписывается в минималистичный кухонный интерьер. Крайне малая потребляемая мощность. Простой интерфейс с отдельными кнопками на каждую температуру. Поддержание температуры под разные виды чая. На этом обзор подошел к концу. Предлагаю обсудить модель в комментариях. Буду благодарен, если поддержите канал лайком. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале правильный выбор.